А вот и он. И он за рулем. Фрэнки, не делай это дерьмо, это опасно. А, ты прыгаешься? Да, я остановился, всё нормально. Это эпизод Нью-Джерси. Привет, Фрэнки. Нас Микки Голд Студии. Привет, Чемп. Привет, как ты? Да, Лонгайлендская тема, детка. Здорово, и хрен знает, откуда Джимми. Джимми, ты откуда? Из Джерси. Сейчас же вы здесь вырос в Норд-Бронзвике. Ладно, ты один из нас, не проблема. У меня есть зал в Норд-Бронзвике. Серьёзно? А где там? На первом шоссе. Ну, нифига себе, может, поедешь навещать семью и хоть немного нахрен потренируешься? Я тут нафиг, ты не слышишь? Я включил бум этому застранцу. Потому что он точно не будет тренироваться. Ну, это фигня. Я не люблю, когда на меня потеют. Может, позанимаюсь кикбоксингом? Всё, давайте начинать интервью. Как дела, Фрэнки Эдгар? Всё отлично, брат. Как у тебя дела? Так что, у тебя есть зал в Нью-Джерси? Да, у меня есть один в Норд-Бронзвике, и я открыл второй в Ривердейле. Зал UFC. Зал UFC Фрэнки Эдгар. Блин, я хотел уйти от этой темы, и сам же на неё вернулся, о том, что я ленивый и не буду тренироваться. Прости меня, Джимми. Но я делаю это лишь для того, чтобы немного пристыдить тебя не за то, что ты жирный. Нет, я просто хочу... Я могу сказать, что ты жирный, потому что со мной так делали. Перед тем, как... Перед тем, как я отказался от глютена, люди смотрели на меня и говорили, типа... Дэн Уайт постоянно говорил мне, о, ты выглядишь, будто съел Мэттэсэру. Мне было... Несмотря на то, что я всегда был счастлив, это были слёзы клоуна. Весогонка. Не знаю, посмотрим. Я давненько не был таким лёгким, и на самом деле я не такой уж и тяжёлый относительно многих других бойцов легчайшего веса. Думаю, я легче многих. Думаю, с дисциплинированным подходом всё получится. Какие в этом преимущества для тебя? Ну, я понимаю, что это новые весы и куча новых оппонентов. Вроде с возрастом ребята стараются подниматься в весовой. Опять же, Джаред Канонир — это обратный пример, он постоянно теряет вес. Но это всегда удивляет меня, когда уже ветеран игры решает спуститься. Да, не знаю, возможно, мне не придётся так часто биться с высокими и длинными оппонентами, хотя, опять же, мой следующий оппонент высокий, так что это значение не имеет. Может, я буду покрупнее, хотя я знаю, что я не самый большой и легчайший весовой, но я буду меньше уступать в габаритах, чем в полулёгком весе. Но тут нужно учитывать, что ребята будут намного быстрее, так что я не ожидаю, что это будет лёгкой прогулкой для меня. Ни в коем случае. Я знаю, что в каждом весе есть свои вызовы. Так, Кори Сенхэген — это молодой конь, непобеждённый в UFC. Это то, что мотивирует тебя на поединок, тот факт, что он непобеждённый в UFC? Тяжело ли тебе вообще теперь находить мотивацию, или нет? Я не знаю, я всегда мотивирован. Знаешь, я не хочу проигрывать. Я никогда не хочу проигрывать, так что в этом плане я по-прежнему мотивирован. И неважно, с кем я бьюсь, будь то чемпион или какой-то восходящий боец, я не хочу проигрывать. Я знаю, что этот парень опасен, он на третьей строчке в рейтингах, а я по-прежнему хочу биться с лучшими в своей карьере. Я думаю, поединок с третьим номером — это хороший дебют в новой весовой. А говорили ли вы... Ну, я знаю, что вы говорили, но обсуждалось ли это серьёзно? Та тема, что Конор тебя вызвал и сказал, что ты заслуживаешь большой бой, потому что мне кажется, что ты один из тех, кого он уважает уже давно. Было ли что-то за этим, или он просто выбросил это в социальные сети? Скорее, просто вброс в социальные сети, хотя из того, что я слышал, я понял, что он правда хотел биться со мной, и, конечно, я с ним хотел биться, но... И думаю, что Дэнэ был заинтересован в этом, так что ничего не вышло. Бум! Мне кажется, иногда Фрэнки обламывают просто потому, что он слишком хороший парень. Понимаешь, о чём я? Ты же с Дэнной дружишь, так что давай-ка замолви там за меня пару словечек. Слушай, я это дерьмо стараюсь разграничивать. У меня ведь трое. Эй, Фрэнки, у меня столько же детей, сколько у тебя. Мне нужны эти программы, так что слушай. Да. Знаешь, я стараюсь... Я стараюсь разграничивать это дерьмо, при том в обе стороны. Как-то мы обсуждали с ним что-то про Ай-Куинту, и я ему говорю, «Эй, Дэнна, давай не будем смешивать это». И он больше не упоминал его. Так что я разграничиваю это дерьмо, потому что я в хорошем с Дэнной. Да, я шучу, чувак. Да, конечно, Фрэнки. Но что я сказать-то хотел? Но этот поединок, конечно, был интересен тебе, так? Да, кто не хочет биться с этим парнем? Бой с ним — это большой гонорар и... много внимания. Я уверен, его запомнят навсегда, так что я хотел бы иметь его имя в своем рекорде. Я хочу тебе сказать, что я очень рад... Во-первых, мне не терпится глянуть твой поединок с Кори, потому что Кори выглядел потрясающе. И, знаешь, ты легенда спорта. Правда, это звучит, будто ты старик. Ты не старик. Ты просто настоящая машина. Но, знаешь, это интригующий бой. Понимаешь? Особенно, учитывая, что ты сделал с другим молодым восходящим парнем. Яиром, да. Так, это я сказал. А к чему все это было, нахрен, Джимми? Напомни-ка. Наверное, он хотел спросить, видел ли ты бой Яира с корейским зомби? Да нет, шучу, конечно. Он мне это хотел сказать. Но, кстати, вот что было очень здорово в твоем поединке с Яиром. Мы увидели, как настоящий ветеран выходит против опасного молодого парня и прекрасно знает, что ему нужно сделать, чтобы выиграть. Ты очень точно идентифицировал, в чем конкретно он не очень силен, и ты использовал это. Я думаю, что тот факт, что ты ветеран, и то, что у тебя так много боев, это преимущество. Ты играет на руку то количество часов, которые ты провел в октагоне. Несомненно, ты набираешься опыта только во время поединка, так что у меня опыта более чем достаточно, и я стараюсь использовать его на максимум. И знаешь, как говорят, ты становишься не старше, ты становишься опытнее. Я вспомнил нахрен, что хотел сказать. И мне, кстати, нравится, что все это снято на видео, потому что мы можем проследить, как кто-то, знаешь... Ты прямо видишь, как у человека появляется какая-то мысль, и потом уходит. Но теперь она вернулась. Я невероятно счастлив, что ты не будешь биться с Алджимейном Стерлингом. Я хотел тебе сказать это. Джимми говорил про это, типа, «О, я бы с радостью глянул этот бой, вот чертов тип». Два лица, которые мне нравятся, это был бы классный бой. Слушай, я как человек, Фрэнки меня понимает. Он понимает меня. Я просто с ума сходил из-за этого дерьма. Я даже не хотел... Я говорил... Я сказал Алджу, типа, «Чувак, у меня был настоящий внутренний конфликт, потому что я не хотел секундировать против Фрэнки». Да, я тебя прекрасно понимаю. Я тоже никогда бы не хотел стоять напротив тебя в клетке, так что это нормально. И одно дело, если... Да, нам удалось избежать этого. Фрэнки, одно дело, если это хренов Лонга, понимаешь? Это вообще по барабану. Но мы-то с тобой на близком. Я шучу. Я люблю угорать над Лонгой, когда он не здесь. И тем более, когда он здесь. Ты здорово выглядел против Холлоуэя. Он, очевидно, один из величайших бойцов всех времен. Было ли что-то, что ты хотел сделать в этом бою, но тебе не удалось? Был ли он готов к чему-то лучше, чем ты ожидал? Нет, я знал, что он будет очень хорошо подготовлен. Он настоящая машина, один из лучших. Разница в габаритах сильно сыграла свою роль. Даже когда я хорошо заходил ему в ноги, я не мог повалить его. По-моему, ни разу даже не повалил. Наверное, нужно было меньше держаться за его ногу, больше двигаться и пытаться повалить его в движении, но, знаешь, это уже в прошлом, так что нужно двигаться дальше. Да, очень важно отпускать подобное дерьмо, знаешь? Как долго ты зацикливаешься на подобных вещах? Знаешь, после боя ты думаешь, что надо было сделать вот это, а не вот это. Может, это бы как-то изменило бой. Как долго эти мысли мучают тебя? Ты особо это не можешь контролировать, но так где-то неделю, плюс-минус неделю, может, чуть поменьше. Ты учишься справляться с этим, ты возвращаешься домой, нужно заботиться о детях. Их ведь не заботит, что у тебя было в бою, так что это помогает чуть быстрее забыть про все это, я думаю. Да, нужно отпускать это, потому что что есть, то есть. Если ты это не отпустишь, ты не двинешься дальше. Я уже проходил через это, я падал, можно сказать. Сейчас я, по сути, в такой же позиции, и у меня есть шанс вновь стать лучше в 35. Блин, а я сказал, что тебе 38, вот я идиот, прости, Фрэнки. Не-не-не, мне 38, мне 38 лет, я имею в виду 135 весовая. А, 135 фунтов, все-все, а тебе 38, да, надо извиниться перед собой, что сам себя обозвал. Видишь, это инстинктивно происходит с моей самооценкой, я сразу же думаю, что я был неправ. Любишь ли ты этот спорт по-прежнему так же сильно в своем возрасте? Я понимаю, что это дурацкий вопрос, но ты продолжаешь биться, хотя я думаю, надобности в этом нет. Нет, ты любишь это или это просто работа? Ну, знаешь, да, я люблю это дело, и не хочу заниматься ничем другим, по крайней мере сейчас. Так что я продолжу биться, и буду делать это до тех пор, пока я здоров, конкурентоспособен, и до тех пор, пока мне это нравится. И на всех этих трех пунктах пока что плюсы, и пока это так, я буду продолжать. И ты переходишь в отнюдь непростую весовую. Так, а Джо Зелдо когда-то бился в 135 фунтах, я знаю, что он бьется с Морайесом, это его первый бой в этом весе, так? Да. Ты знаешь, что мотивировало его сделать это или нет? Понятия не имею. Он достаточно крупный даже для полулегкого веса, так что ему придется подкинуть мышечные массы, чтобы ложиться в лимит. Но да, это будет непростая весогонка для него. А тебя это не беспокоит, разница в 10 фунтов, но ты думаешь, что... Не, это будет стремно, любой вес гонять стремно, но мне просто нужно сделать это как мужчина, быть дисциплинированным и справиться. Вообще и правда, любая весогонка это отстой. Вон, Гастовым поднялся, и все равно мы этот приемчик с лактем увидели, так что, судя по всему, любая весогонка не нравится бойцам. Да, последние дни в любой весовой это всегда отстой. Уверен, Мэтт и Микки подтвердят это, несомненно. Сто процентов. Ты оказываешься в очень темном месте, когда сидишь в этой сауне. Правда? О, да. Потому что я пять минут сижу и думаю, да блин, как они это нафиг делают? Я выхожу. Вы при этом там еще все в одежде, какие-то специальные штуки там, да? Да, ты мажешься, чтобы еще сильнее потеть. Как это называется? Sweet sweat? Это ужасно. А самое плохое, когда ты выходишь, стоишь на весы и такой, блин, еще 3 фунта отстой.